Операция «Документ в действии» за неделю сотрудникам ГАИ удалось изъять у запорожских автолюбителей несколько десятков так называемых вездеходов, визиток милицейского начальства и спецталонов. Именно такими документами часто автолюбители пытаются избежать штрафов. Госавтоинспекция в очередной раз напоминает, что они незаконны и впредь не удастся ими прикрываться. По словам сотрудников ГАИ, так называемые вездеходы получили особое распространение после увеличения штрафов. Автолюбители стали чаще носить вместе с правами визитки силовиков и разнообразные спецталоны, которые нередко на поверку оказываются самодельными. Количество таких случаев увеличилось. То есть люди пытаются всяческим образом уйти от ответственности, так как на сегодняшний день штрафы довольно-таки большие, и люди изготавливают различные талоны, визитки. Но ГАИ вновь напоминает, что никакой юридической силы такие документы не имеют и спасти от штрафа за нарушение правил не смогут. Основания уйти от ответственности, они никакого не дают. Зачастую они носят характер, это просьбы там всяческие, что ограничиться предупреждением к данному участнику дорожного движения. То есть законного основания никакого не имеют. За неделю действий всеукраинской спецоперации «Документ» запорожские правоохранители изъяли несколько десятков таких талонов. Среди них наиболее интересна ярко оформленная металлическая визитка якобы самого Сергея Коломиеца, главного гаишника страны. На карточке с одной стороны указаны реквизиты начальника департамента ГАИ, а с другой генерал-майор обращается с просьбой предоставлять беспрепятственный проезд по всей стране владельцу данной визитки. Дерзость авторов этого произведения удивила даже опытных сотрудников службы. Поэтому никаких поблажек предъявителям подобных вездеходов не обещают. Даже в случаях, если непосредственно вам, той или иной руководитель, дал визитку, либо же какой-то талон, предъявлять его непосредственно инспектору госавтоинспекции не стоит, так как он будет изъят в присутствии двух понятых. Официально спецоперация продлится ровно месяц. Но по словам сотрудников Запорожской ГАИ, это не значит, что впредь подобные документы изыматься не будут. Продолжение следует...